Игры в рамках Кубка России 2016 по волейболу перенесли в Балаково, на родину команды Протон. Наверное поэтому на первом матче с участием нашей команды в зале Спортекса я бы не могла упасть. Поддержать Протоночек пришли все балаковские поклонники волейбола. Встречались наши волейболистки с командой Сахалин. Эта команда новая, первый год в Суперлиге, поэтому у девушек много юношеского забора, а вот опыта не так уж и много. Эти две команды уже встречались на площадке Сахалинского клуба и на этот раз им предстояло играть на родине Протона. Зрители, пришедшие на матч горячо поддерживали наших волейболистов. И поддержка зрителей придавала Протоночкам сил. Первые минуты матча и первые три очка в копилке нашей команды. Чувствуется уверенность и напористость Протоночек. Поэтому и счет на табло 8-1. Заданный ритм хозяйки площадки удержали и после технического перерыва. Однако и соперницы приехали не для того, чтобы сдаться без боя. И под занавес партии борьба разгорелась нешуточная. Сахалинские волейболистки сократили разрыв в счете до четырех очков. Ну и Протон борется изо всех сил. Первый сет 25-21. А вот вторая партия началась с упорного противостояния. И на первый технический перерыв команды разошлись, пусть с минимальным, но преимуществом Сахалина 6-8. После этого игра шла практически на равных. Однако завершение партии стало победным для хозяй площадки. Второй сет 25-22 в пользу Протона. Третья партия тоже подарила немало положительных эмоций балаковским любителям волейбола. Во-первых, потому что они увидели на площадке настоящую борьбу. Во-вторых, хозяйки площадки предстали во всей своей волейбольной красе. Осталось дело за малым дожать эту партию. И Протоночкам это удалось. Результат 25-13 в третьей партии и абсолютная победа волейбольного клуба Протона. Тренер клуба Сахалин Константин Приходько после игры рассказал журналистам, что его подопечные играли по возможности. Пробовали новый состав, который достойно боролся, но для красивой игры девушку не хватило опыта. Продержались две партии, поборолись, провалили начало каждой партии, потом поняли, что можем бороться, играть достойно. Ну, немножко не хватило в концовке двух партий, третьей партии уже, конечно, не боролись. А вот Протон выполнил многие установки тренера. Был опробован практически весь состав. И настоящим универсальным игроком показала себя Сильви Уатара. Ну, девочка с хорошими данными, я думаю, с большой перспективой. Потому что она играет первый год, и мне кажется, у нее все еще впереди. В воскресенье, 27 ноября, наша команда встретится с краснодарским «Динамо». Этот достойный соперник, и игра обещает быть очень напряженной. Приходите в «Спартекс» и поддержите Протон. Начало игры в 19.00.